Здравствуйте! Сегодня у нас очередной урок по теме рост и развитие. Как вы помните, в предыдущих трех уроках мы говорили... Ну, в первом уроке мы говорили о животных, о развитии животных. Во втором и третьем уроке мы говорили о самом росте, параметры изменения роста и другие, и типы роста. Сегодняшним уроком мы начинаем говорить о растениях, именно о растениях. Именно сегодняшняя, небольшая такая, совсем маленькая тема будет посвящена состоянию покоя у семян. После этого будет тема прорастания семян, но прорастание семян я посчитал нужным. Обязательно перед этим пройти состояние покоя, потому что тоже важная тема. Прежде всего, почему мы говорим о цветковых растениях? Вы знаете, что растения есть много различных отделов, однако именно отдел цветковых растений представляет собой большинство растений на земле. Если я не ошибаюсь, 93%, 95% сейчас вот меняются данные. 93% всех видов растений это именно цветковые растения. Поэтому мы будем проходить именно цветковых растений. Значит, для развития зародыша цветковых растений необходимы следующие условия. В основном, то есть чаще всего, это доступность воды, должна быть обязательно оптимальная температура. Причем оптимальная, она разная у разных видов. Есть теплолюбивые, которые растают при высоких температурах, там 20-30, например. Бахчевые культуры, как дыня, арбуз. Есть более холодостойкие, которые могут прорастать и при 15-20 градусах, как огурцы и прочие. А также кислород, то есть обязательно должен быть кислород. Естественно, понятно, что без кислорода в клетках зародыша клеточное дыхание происходить не будет, и он не будет прорастать. Есть так называемые покоящиеся семена. Вот сегодня об этом будем разговаривать. Покоящиеся семена, это семена, которым нужны какие-то определенные факторы для того, чтобы они начали прорастать. Вот эти вот факторы, вот эти биохимические изменения, которые происходят в этих семенах при покоящейся стадии, либо в переходе от покоящего к прорастанию, называется дозревание. Смысл покоящихся семян в том, чтобы семена не прорастали в ненужное время. То есть, например, скажем, если плоды созревают к концу лета, к примеру говорю, потом из этих плодов выходят семена, которые падают в почву, да, это уже, скажем, сентябрь-октябрь. Если эти семена сразу начнут прорастать, понятно, что ростки, они в октябре-ноябре, ну, если мы говорим о наших природных условиях, о казахстанских, тогда, получается, они сразу встретят суровые условия, низкую температуру и, соответственно, прорасти нормально не смогут. Поэтому обязательно нужна стадия покоя для семян. Есть, так называемые, барьерные механизмы, которые позволяют покоящимся семенам оставаться в стадии состояния покоя, не прорастать. Наиболее чаще говорится о наружной оболочке семени. Наружная оболочка семени, она задерживает прорастание двумя способами. Либо она не пропускает воду и кислород, ну, конечно, понятно, что не пропускает она не всегда, только до определенного какого-то воздействия. Либо вот эти вот оболочки семена, они слишком прочные. И, соответственно, зародыш не может прорастать даже при наличии воды, кислорода и оптимальной температуры. Вот, смотрите, есть также такой процесс искусственной стратификации, когда специально у людей наносят повреждения для того, чтобы семена начинали прорастать. Вот эти механизмы, они тоже, например, слишком прочные оболочки, тоже способствуют тому, чтобы семена не прорастались слишком рано. Например, есть определенный природный механизм снятия барьеров. Некоторые семена для того, чтобы оболочка стала более подходящей, то есть, чтобы она позволила зародышу вырасти, они должны проходить обработку, например, скажем, пищеварительными кислотами в пищеварительном тракте животных. То есть, понятно, животное кушает плод, эти семена попадают ему в желудок, кишечник, там они обрабатываются кислотами и другими химическими веществами. И когда уже выходит наружу через анальное отверстие, эти семена уже, их оболочка становится более подходящей, более мягкой для того, чтобы зародыш смог прорастать. Это нужно для того, чтобы обеспечить распространяемость семян, чтобы они прорастали как можно дальше от того дерева, с которого они упали. Понятно. А это нужно, в свою очередь, для того, чтобы новые ростки не конкурировали с самим деревом. Если они будут прорастать прямо под деревом, им не будет, скорее всего, хватать либо воды, либо света. Поэтому обычно, чаще всего, растения стремятся распространить свои семена. Также есть такой интересный механизм, как вы, наверное, слышали, обработка очень высокими температурами. Или попросту говоря, когда огонь проходит мимо них, то есть они не сгорают, но находятся в огне. Это в тех местах, где очень засушливый климат, где довольно-таки часто происходят пожары. Тогда обработка таким огнем, такими высокими температурами способствует тому, что слишком прочные оболочки также перестают быть слишком прочными. И зародыш может спокойно прорастать. Еще есть примеры обработкой бактерий. И это тоже, видимо, когда проходит через пищеварительный тракт. Швачных или других животных, у которых есть микроорганизмы в пищеварительном тракте. То есть эти механизмы, все они нужны для того, чтобы семя прорастало именно в нужный момент. Также среди факторов, которые задерживают рост семени, так называемые ингибиторы роста есть. Ингибиторы роста, самый распространенный химический ингибитор роста, это абцизовая кислота. Для тех, кто не знает, ингибитор слово обозначает задерживатель, тот, кто задерживает, либо тормозит. Значит, абцизовая кислота это такое химическое вещество, растительный гормон, гормон растений, который задерживает рост. Когда его в семени очень много, соответственно, роста не будет. Если абцизовая кислота вымывается, то есть это очень важно, например, если мы воздействуем водой, там прошел дождь или просто вода попала на семя, она может вымываться. Либо если появляется другое химическое вещество, гибиорелин, который является тоже растительным гормоном, он стимулирует рост. То есть он действует, как бы, наоборот, напротив этой абцизовой кислоты. Если появляется гибиорелин, если его становится все больше и больше, он может вот эту абцизовую кислоту, действие абцизовой кислоты остановить. И таким образом он, наоборот, стимулирует рост. Он, наоборот, заставляет зародыши прорастать. И в присутствии гибиорелина происходит рост. Давайте посмотрим на этот пример. Здесь у нас находится семя. Поначалу, вот здесь вот первый, второй рисунок, оно было покоящееся, это вот покоящее семя. Здесь у нас есть эндосперм с запасом металлических веществ. Здесь сам зародыш. Здесь есть вот такой вот щиток, есть между зародышем и эндоспермом. И вокруг слой таких вот активных клеток, который называется алироновый слой. Значит, здесь у нас, это не показаны рисунки, но вы можете поверить ни на слово, есть абцизовая кислота, которая все тормозит. Опять же, либо происходит обработка водой, либо, вот как здесь показано, гибиорелин у нас, видите, выходит сюда. Это способствует, он заставляет клеток алиронового слоя производить фермент, который называется амилаза. Амилаза такой фермент, который расщепляет крахмал до дисахаридов, например, мальтоза, либо моносахаридов, например, глюкоза. То есть, когда у нас амилаза расщепляет крахмал на мальтозу, тогда вот этот весь крахмал, который находился в эндосперме, он превращается в мальтозу. И мальтоза это тоже сахар, но уже доступны клеткам, то есть клетки могут им воспользоваться. Соответственно, эта мальтоза и глюкоза переходят вот сюда, в клетки зародыша, начинают их использовать и начинают расти. Он начинает расти вверх, вот как показано в последнем рисунке. Вот здесь показано сахара, здесь имеются в виду дисахариды и моносахариды. То есть, изначально эндосперм содержал крахмал. Крахмал, как вы знаете, это полиосахариды, которые клетки вот так вот прям активно использовать сами не могут. Соответственно, вот здесь вот у нас амилаза, она расщепляет крахмал и клетки используют его. Также ингибиторами роста могут быть в некоторых условиях, в некоторых видах свет. Свет, он может как стимулировать, то есть так тормозить его. Как стимулирующий рост, он, конечно, работает не один, он работает вместе с влагой, то есть если есть вода, а также вместе с гиберлином. Как тормозитель света, смысл здесь в том, что некоторым семенам важно попасть именно в почву, именно глубоко в почву, ну глубоко прям. Ну то есть не быть на поверхности почвы, а быть внутри почвы. То есть если семя находится внутри почвы, свет до него не доходит и, соответственно, оно понимает это как сигнал, что можно порастать и прорастает. Еще один фактор, который может как тормозить, так и стимулировать рост, это температура. То есть, опять же говорю, это здесь у разных видов по-разному, в зависимости от того, какая оптимальная температура у каждого из них. А также в зависимости от того, нужна ли ему температурная обработка. Вот стратификация, это как раз таки действие низких температур на семена перед прорастанием. То есть мы делаем стратификацию, мы подвергаем семена холоду специально, то есть они претерпевают какой-то мороз, определенные минусовые температуры, либо нулевые температуры и определенное время. То есть там еще должен быть какой-то период времени, скажем, не один, два, три дня, а, например, скажем, неделю, может быть месяц. И только после этого, после вот такой обработки холодными температурами, семя может прорастать. Опять она после этого прорастет, только если у нас, как я сказал, есть кислород, вода, свет, то есть температура. Но перед этим обязательно нужно обработать холодом. Это, я думаю, тоже понятно, зачем это делается. Это делается для того, чтобы семена именно, чтобы они проросли весной. То есть именно весной, когда у нас понижается температура, когда оптимальные условия, когда после весны, как вы знаете, идет там летний период, и проросток может вырасти в крепкое растение. И еще, что важно, почему я говорил о том, что вот эта обработка холодными температурами должна проходить там какое-то время, скажем, неделю или месяц. Потому что, как вы знаете, лет зимой иногда бывают такие небольшие периоды, когда очень-очень повышается температура. То есть климат у нас такой резко континентальный, он может, как, например, одну неделю может быть очень холодно, на следующей неделе может быть тепло. То есть не прям так тепло, не плюс 20-30, но, скажем, до нуля может подняться, до плюс 5 может подняться. И вот поэтому, вот такой, чтобы при таких кратковременных оттепелях, кратковременных поднятиях температуры, чтобы семена не обманывались, чтобы они не подумали, что это весна, и не начали прорастать, для этого есть определенные там у них биологические часы, которые смотрят для того, чтобы холодный период был вот именно месяц или два месяца. И только после этого, если температура поднимется, если влага будет нормальная, если свет будет нормальный, то есть и кислород будет, то тогда семена будут прорастать. Это на сегодня все. Это все, что я хотел сказать. Это была у нас тема прорастания семян. На следующем уроке мы начнем с вами тему, то есть это была тема состояния покоя семян. И следующим уроком мы начнем с вами прорастание семян.